Кадровый голод в рядах российских оккупационных войск решается и с помощью кадыровцев, и с помощью того, что зэков привлекают к войне. В частности, этим занимается Пригожин, который является владельцем ЧВК «Вагнер», в частности, и, судя по всему, новым фалоритом Путина. Так или иначе, Пригожин ездит сейчас по колониям в Российской Федерации и пытается рекрутировать там людей на войну. А вот давайте оценим товарища Пригожина с точки зрения психологии. И поможет нам в этом Ангелина Владимирова, когнитивно-поведенческий психолог. Ангелина, приветствую вас. Да, здравствуйте, рада вас видеть. Ангелина, если вы не против, будем очень рады услышать ваш анализ, в частности, Пригожина, раз уж на нем сейчас остановились. И для того, чтобы понять, что это за человек, короткий фрагмент из того самого видео, где Пригожин, находясь в одной из российских колоний, пытается рекрутировать заключенных на войну. Внимание на экран. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похожи. Расход боеприпасов у меня приблизительно в два стона раз больше, чем в Сталинграде. Первый грех – это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает. Никто не сдается в плен. Когда вы будете обучаться, при сдаче в плен, вам расскажут две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех – это алкоголь, наркотики. В зоне боевых действий. Пока полгода вы с нами, вы все время в зоне боевых действий. И третий грех – это мародерка. Включая сексуальные контакты с местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, с кем угодно. Внимательный возраст, который мы берем, возраст – это 22 года. Ангелин, лицо этого человека на видео плохо видно, но тем не менее, его поведение, то, как он держится в обществе зэков, то, как он говорит. Ведь его голос, даже тембр изменился. Обычно он говорит немного иначе, да и те слова, которые он произносит. Ну вот, есть еще и фотография, для того, чтобы вы лицо пригожно видели. Хотели бы услышать ваш анализ. Что это за человек? Что вы можете о нем сказать? Давайте мне фотографию, и я вам расскажу. Первое, что хочу вам сказать по поводу, например, видео, да, того, как вы хотите, чтобы человек в обществе зэков себя вел. Но он априори не может вести себя иначе. Тем более, учитывая, что у человека есть достаточно хороший, так сказать, опыт заключения в виде 9 лет, то компания зэков, так сказать, которую он собрал вокруг себя, она есть для него достаточно таки понятной, приятной. И он понимает, как себя вести с такими людьми, как их натаскивать и как их направлять. Если мы будем смотреть на эти фотографии, вот на эту фотографию посмотрим. Ну, как сказать, тот человек находится в движении, но очень хорошо видны у нас мимические морщины. Эти диагномика — это вообще такая штука, знаете, с одной стороны она очень спорная, потому что там четко, это как, знаете, знаки зодиака, да, где просто берут и всех равняют по одну линейку. А с другой стороны, эта диагномика, она изучает именно склады морщин, которые формируются на протяжении жизни у человека. Именно поэтому мы можем считать характер человека. Здесь мы видим ярко выраженные морщины на лбу. Ну, это, понятное дело, да, активная мимика. Далее — это человек, который хорошо умеет втираться в доверие. Это человек харизматичный, на самом деле, такой человек хамелеонистый. То есть он всегда может стать своим парнем в компании. Он может расположить в себе человека, только если этого он очень сильно захочет. А далее мы видим, что у этого человека присущи морщинки, радости, улыбок. Мы видим залом вот здесь, мы видим морщиночки. Вот видите, вот даже на щеке мы видим вот здесь залом. И мы видим, что очень активная зона вокруг глаз. Эти морщины говорят о том, что человек очень часто улыбается, на самом деле. Соответственно, когда мы улыбаемся, мы располагаем к себе людей. Далее мы видим такой взгляд из-под лобия и такие приспущенные веки. Приспущенные веки, не такой скрытый взгляд у нас формируется тогда, когда мы хотим схитрить, когда мы хотим выждать чего-то. Вот такое, видите, полуопущенное веко. Далее. Видим еще заломщик, который у нас есть на Дубровню. А это говорит о том, что человек часто чувствует себя в превосходной позиции. Именно в позиции превосходства. Это когда, знаете, вот только бывает, что человек нам говорит, говорит, да, а мы чувствуем об этом мы выше его. И такие типа, ну да, говори, говори, правда, я все равно знаю. Все равно я поступлю так, как я считаю нужным. Вот, в принципе, это вот я и вижу по фотографии. Да, понятно. То есть человек такой хамелеонистый, располагающий к себе, умеющий встираться в доверие. И такой человек, который никогда не упустит того, что ему нужно. Человек, который привык к активным действиям и спокойно может расположить к себе человека, если он этого хочет. Если говорить о том, что это там представитель власти или потенциальный представитель власти, это та характеристика, которая свойственна именно в российской политике или около политики? Тут сложно сказать. На самом деле, свойственна она политике, политике, около политике именно русской политике. Давайте мы справим вот, как подумаем. У русской политики есть одна очень интересная особенность. То, что многие люди, которые находятся у власти, у них есть заключение. У них не очень чистая репутация. И если посмотреть, то все получали свои посты не через какую-то карьерную лестницу, свои достижения, а свое образование. Все получали свою должность за счет каких-то таких контактов с Путиным. То есть даже здесь, как называют Пригожина, повар Путина. И если мы посмотрим его историю, Путин пришел в его ресторан, он его обслуживал, потом как-то там вторся в доверии. Какой человек возьмет к себе просто какого-то повара с рестораном? И потом, как какой-то повар сможет сколотить то, что сколотил Пригожин? Мне кажется, это абсурдно. Угу, понятно. Если отправиться именно в саму область политики. Наверняка ведь проводили анализ фотографий Путина, его мимики, его выражения лица. Каким-то образом можно понять совместимость этих людей? Ну то есть, судя по всему, Пригожин сейчас у Путина в фаворе. Даже, возможно, в большем фаворе, чем Шойгу. Хотя Шойгу министр обороны, а Пригожин просто владелец ЧВК. Возможно, в Пригожине Путин не видит какой-то угрозы. И снова-таки, это человек, который очень хорошо умеет располагать. Он умеет говорить то, что от него хотят услышать. Он умеет разворачивать оппонента полностью к себе. И также, смотрите, еще у него есть вот интересная морщинка. С одной стороны, вот эта морщинка, это нас говорит за морщинку превосходства. А с другой стороны, если мы подойдем немножко с другой стороны, с диагномики, это как раз-таки такие люди, на которых мы можем положиться, которые могут сдерживать обещания, и которые вряд ли нас предадут. Но только если они понимают, что наш тандем с ними, он является полезным и для них, и для нас. Можно ли понять по выражению лица этого человека, можно ему доверять или нет? По этой фотографии, знаете, вот есть очень интересный такой тест. Взяли всего лишь двух людей, сфотографировали их в 45 разных эмоциях, с разными стрижками. И каждую фотографию, если взять, посмотреть, то невозможно понять и полностью описать качество человека. Потому что очень сильно все зависит от ракурса, очень сильно зависит от эмоций, очень сильно зависит от состояния здоровья человека. Поэтому можно ли доверять человеку? Вам скажу так, что политикам, в политике, особенно русским, вообще априори доверять не стоит. Стоит все-таки брать материалы с разных источников, анализировать и пропускать все-таки через какой-то фильтр критики. Иногда, когда сталкиваешься с русской аудиторией, кажется, что у них априори просто фильтр критики, он не существует. У них есть просто вот их замечательные политики, которые что-то им лапшают из окраина в уши, и они это прекрасно кушают. А потом мы читаем кучу хейта в сторону украинцев. А все-таки взять, посмотреть реальные фотографии даже с той же Бучи, когда этот весь ужас происходил. Вы видели, что весь Яндекс, он был зачищен? В Яндексе были фотографии Бучи, вот как она была до военного положения. Если мы забивали в букле Бучи, мы видели весь этот ужас, который происходил на самом деле. Но доказать русским людям то, что, ребята, возьмите, посмотрите несколько источников, проведите какой-то анализ и поймите, где все-таки правда, а где вам будут. Ну, это какая-то анреальная история просто получается. Есть еще одна фотография. Сейчас выведу ее на экран. Может быть, она вам поможет каким-то образом определить. Но тут интересный вопрос возник. Очень часто мы наблюдаем, что как только в России человек становится чиновником и продвигается по карьерной лестнице чиновнической своей, у него меняются параметры его тела, чаще всего в сторону увеличения. Он просто набирает вес. Ну, то есть после этого и лицо становится значительно большим. Насколько это вашу работу осложняет? Насколько на этих обрюкших телах тяжело определить вообще, что из себя представляет человек? Посмотрите, у нас есть разные виды строения тела. Мне что-то объясню, почему происходит такой момент пополнения. Человек, когда становится полнее, он как бы говорит «Заметьте меня, я значимый, я здесь». И вот это может быть одним из вариантов. То, что человек начинает быть замеченным. Он хочет, чтобы его замечали. И вообще, что такое набор масс? Это крик о том, что «Заметьте меня, я здесь, увидьте меня». Следующее. Почему снова-таки человек может набирать вес? Первое, потому что человек расслабляется, он понимает, что в принципе у него уже все хорошо, ему не надо активно двигаться, ему не надо рвать попу за какое-то место. Человек, в принципе, понимает, что вот, уже все хорошо, я нахожусь там, где я нахожусь, и в принципе заморачиваться у меня нет повода какого-либо. Потому что, если мы заметили, все люди, которые при Путине пришли к власти, они не теряют своих позиций, они достаточно долго находятся на них. Это сказать, как вы получите счастливый билет просто в жизни. Они понимают, что вот самое главное положить расположение Путина. Если вы получили уже это расположение, в принципе, вы можете больше не запаривать. Самое главное – это делать что-то полезное для страны, а поддерживать хорошую коммуникацию с Владимиром Путином. Да, ну и судя по состоянию щек, даже того же Пригожина неплохо питается. Новая фотография, третья уже. Что-то новое для себя открываете относительно этого человека? Для себя новое что-то открываю ли я? На самом деле нет. Вот на этой фотографии не открываю ничего. Но, возможно, только еще проблемы с щитовидкой, потому что мы видим, что появился такой значительно большой второй подбородок. Видим, что, возможно, у человека есть все-таки пристрастие к алкоголю, потому что цвет лица, видите, он такой нездоровый, он такой красноватый, видимо здесь вот покраснение. И немножко такой даже землистый, ближе вот к переходу к шее. Да. Может, новое открываю ли я? Не открываю. Возможно, человек любит выпить. Вполне может быть. Очень даже может быть. Это моя ответственность не станет. Ну, вообще алкоголизм – это проблема, довольно серьезно выраженная на территории Российской Федерации. Ну, правда, ради стоит сказать, что не только на территории Российской Федерации. В любом случае, Ангелина, спасибо большое за вашу профессиональную оценку. Услышали, приняли во внимание. Ангелина Владимирова, когнитивно-поведенческий психолог, была с нами на прямой связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова